Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Europe Daily Online. У меня в гостях Дмитрий Валерьевич Потапин, известный общественный деятель, предприниматель. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Опять я морочу голову Дмитрия Валерьевича, постоянно переношу наши эфиры, просто потому что в Украине систематически теперь нет освета. И этот вопрос, он поднимался на общение господина Путина с людьми, которых называют членами света по кровам человека, где он сказал, что, соответственно, удары по энергетике Украины идут в отместку за удар, как он считает, который был в отношении этого знаменитого Крымского Керченского моста. Вот, Дмитрий Валерьевич, я процитирую классика, да, именно Стрелкова-Гиркина, который ГАГский суд признал ответственным за убийство и за террористический акт MH17. Вот он считает, что эти подобные обстрелы, они ничего не дают на это, но они, наоборот, ожесточают вооруженные силы Украины и в целом украинский народ в отношении России. Какой смысл этих систематических ударов, если они не приводят ни к какой-то конкретной цели? Смысл, чтобы все устали. Ну, потому что как-то с точки зрения того, кто наносит удар, в общем, ничего фундаментально не происходит. Потери денег незначительные, они восполняются. То есть, ракет, ну, еще приличное количество, по большому счету, хоть задницы ешь. Везде нервяк нарастает. Ну, то бишь, понятно, что, в первый... Это процесс длительный, он будет развиваться очень-очень-очень долго, длительно, будет уничтожаться инфраструктура. Мы обсуждали не только энергетическое, там, фекальные поля. Есть еще такой возможности уничтожения дамб, ну, соответственно, когда будет что-то смываться. Ну, то есть, еще есть куда стремиться с точки зрения ракетных ударов. А, Дмитрий Валерьевич, вот, но с другой стороны, возьмем банальный пример. Муж-жена, муж и жена. Жена обвиняет мужа в том, что он ее систематически забивает. Пока это никто не видит, это за закрытыми дверьми, это позиция против позиции. Но в тот момент, когда, условно говоря, муж постоянно систематически кидает сковородки в жену, и это делает при соседе, очень сложно потом апеллировать к международному сообществу, принуждая, в данном случае, свою жену к тому, чтобы она успокоилась и перестала клеветать на своего мужа. Что будет делать международное сообщество? Международное сообщество будет давать не просто сковородки, будет давать, ну, я не знаю, электрошокеры, но лишь бы усмирить вот этого дебоширу мужа и посадить его за решетку, в клетку и так далее. Вот этого добивается Владимир Путин? Тут есть только маленькая ремарка. Тут надо изменить немножко картинку, и все встанет на свои места. Мужу абсолютно срать, что думают соседи, да болта абсолютно. Хоть там обдумайтесь. И второе, соседи в лучшем случае жене предлагают пластыри, а никаких шокеров они даже близко не поставляют. Ну, хаймарс – это такой себе пластырь, вам скажем. Мы с них уже обсуждали. 20 штук, я вас умоляю. Мы в это уже еще в начале того, что называется ИСФО, говорили о том, что минимальная идея, это уже даже цифры эти такие приводить, что там должно быть их 50-75. Где они 50-75? Их даже близко к этому нет. Поэтому вот это как раз про пластыри. В связи с тем, что поставляются пластыри, когда ты понимаешь, что ты можешь безнаказанно абсолютно мордовать, и мордуешь безнаказанно. Вы наверняка тоже слышали вот эту фразу Владимира Путина о том, что целью СВО… Сейчас, на секунду, дай я отобью звоночек. Алло. Через 15-20 минут. Хорошо, наберите. Потому что я в эфире, да, спасибо. Добро. Вы наверняка сложили фразу Путина о том, что целью СВО было приобретение новых территорий. То есть здесь уже, знаете, вот как просто неприкрытое заявление с целью аннексии части украинской территории. При том, что изначально, если мы вспомним знаменитое обращение Путина, которое было записано 22-го числа, 23-го, 24-го числа, слов не было по приобретению каких-либо украинских территорий. То есть понятно, что у россиян очень кроткая память, но нельзя что-то откровенно врать. Просто тем самым ты подтачиваешь сук, на котором сидишь, просто вот рано или поздно, но все равно эта история чем-то должна закончиться. А слова-то сказаны? Ему все равно. Власть, соответственно, в Кремле держится не на словах и не на народе, а она держится на страхе и наличию огромного количества систем насилия. Поэтому говорить он может все, что угодно. Он может говорить сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. И ничего. Поэтому я понимаю, что как это с точки зрения обывателя, ну как же так можно? Ну так можно. Вот это вот как предыдущий пример. Я это делаю по причине того, что я это могу сделать, и сделайте мне что-нибудь в ответ. Ничего. Вот мне лично, мне лично, как амператору, ничего не прилетает. Вы знаете, я удивился, когда я прочел, что в деоккупированном Херсоне, деоккупированном Херсоне, которое Украина вернула под свой контроль, формально Россия продолжает создавать какие-то руководства, управление ФСИНа, управление финансов, и так далее, и так далее, то есть на территории, то есть региональное управление, при том, что это территория деоккупирована. Вот вы мне скажите, это что, просто бюрократическая машина, которая оторвана от политической машины и просто воспроизводит, как в случае с подпоручиком Киже, который создавался просто на уровне канцелярии, на уровне бюрократии, либо это сознательно, опять же, уверенность Владимира Путина, что все равно мы допетляем, мы все равно добьем эту ситуацию? Нет, это нормальная работа чиновников. Ну, потому что, смотрите, как прекрасно создавать, например, где-нибудь в Херсоне, неважно, любую администрацию, какая бы она ни была. Во-первых, ты работаешь в постоянном конфликте, у тебя есть постоянные враги. Что бы ты туда ни заказал, оно все имеет качество гибели. Ну, диверсионная группа пришла, бым-ть, и все, на что ты выписывал деньги, все исчезло. Поэтому нет, это абсолютно нормальная работа чиновничьей структуры, штуки, которые мы ошибочно называем государством. К сожалению, чиновничество всего мира, оно работает по своим фундаментальным законам, оно должно раскидывать паутину. Вот они и раскидывают паутину. Здесь нету никакой стратегии, а тактика просто идеальна в этой части. Просто другая логика. Другая, как это, в фильме «Кинзага». Они живут на другой планете родной. Дмитрий Валерьевич, Стрелков и Гиркин, о котором мы уже сегодня говорили, он на этой неделе вернулся обратно в строй, то есть информационный строй. Уже вчера записал свое обращение. Дмитрий Валерьевич? Да, 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 я слышу, слышу вас прекрасно, да. Я слышу. Я вас слышу хорошо. Алло. Угу. Вернулись. Да, Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, вот смотрите, на прошлой неделе, точнее на этой неделе появился у Стрелков Гиркин явление Христа народу, что называется, он объяснил это тем, что все равно ничего добиться нельзя. Он и его гений военный никому не нужен, и он возвращается обратно в Москву. Ну и сейчас снова начал поливать грязью, там, шойгу и так далее, и так далее. Вот объясните мне, вот какая роль вот этого персонажа, да, вот, который все считают арестом Стрелкова Гиркина в этой всей мизо-сцене? Вот его вот эти видео, его появление, исчезновение, то появление под... 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 под Херсоном, то появление еще где-то вот под Сватовым. Вот как вы объясняете вообще роль этого персонажа? Ну, во-первых, я думаю, что любой, кто хоть раз служил в войсках, неважно какой армии, знает, что не бывает такой туристической поездки, а не съездить ли мне, например, в Сватово или там еще куда-то. Это, извините, приказ. Более того, ты едешь в составе подразделения с конкретной задачей, неважно какая это группа, там, обычная пехота, диверсионная группа, и точно так же обратно выезжаешь ты исключительно по приказу, который был отдан вышестоящим руководствам. Поэтому туристических поездок в зону боевых действий не бывает. Это раз. А роль Гиркина, поскольку я многократно говорю, что не существует никакой стратегической или какой-то центральной власти или объединяющей власти, она такая же, как и у Триумвирата. Да, и Триумвирата, который мы обсуждали ранее, а именно между Кадыровым, Суровикиным и, соответственно, Пригожным. Есть просто это уровень, ну, я вот тех, кого перечислил, это уровень генерал-лейтенантов, а по Гиркину это уровень, соответственно, помельче, который может как объединяться с этим Триумвиратом, как может работать индивидуально. Поэтому каждый будет давать, я же не просто так сказал, что вернувшиеся с того, что называется СВО, это будущая оппозиция. Не сопляжую, где-нибудь сидящие там в конференц-залах, изображающие из себя правительство в изгнании, а вот эти ребята, которые вернулись с закатанными рукавами, у которых руки в крови, они будут реальными правителями России. И с ними, поскольку мы тоже уже обсуждали, в том числе идут уже, они уже легимитизированы, в том числе и ВСУ, когда, собственно говоря, с ними ведутся переговоры об обмене пленным. Так что это один из, один, как это вот, как в концентрированный солевой раствор, втыкаешь иголочку, вот, это одна из иголочек. Если те иголочки, это такие штыри, то Гиркин, это просто чуть-чуть, для тех, кто помельче. Дмитрий Иванович, были введены цены, пороговые на покупку нефти. Как вы относитесь к подобной санкции страны Запада в введении пороговых цен? Пороговая цена, если не ошибаюсь, была один на уровне 60 долларов за баррель нефти. Вот насколько это чувствительно для российской экономики? Никак, потому что мы даже тоже это обсуждали, что сейчас цена за баррель 52-54. То бишь, сейчас Россия должна хлопнуть по рукам, сказать, вот, давайте мне по верхнему порогу, как раз, ну, вернее, по вашему нижнему, но по нашему верхнему мы и будем продавать. Поэтому имитация соплижуев из Евросоюза продолжается полным ходом. Мы каждый раз все больше и больше все время вот это вынуждено комментировать, что, в общем, ребята занимаются имитационной деятельностью. Никаких 30 долларов. Дальше бы даже близко они не разговаривали. А как вы относитесь к мнению Алексея Ристоевича, может быть, вы слышали, который считает, что это просто тактика Запада, которая как бы похожа на эффект удушения, поэтапного удушения, то есть постепенного введения санкций, в том числе снижение прогового уровня цен на нефть, для того, чтобы оставить себе пространство торговли. Тут надо сказать, оплачивает это почему-то десятками жизней погибших. Замечательная позиция Запада. Прекрасная. Можно ее поддерживать. Я дико извиняюсь за резкость. А трупов-то хватит оплачивать эту медленную позицию удушения? Ну, с другой стороны, это же та же самая инерция. Это не инерция. Но это не инерция. Это потому что у этих бюрократов все ровно. Потому что они, как это, пятого и двадцатого, у них зарплата. У них избирательные циклы. Это не их война, она где-то там происходит. Это не их люди гибнут. Медленная позиция удушения. Любой бюрократ, который, что называется, не принимает участие в реальной экономике, в реальных боевых действиях, для меня, вне зависимости от того, какой у него паспорт. Красный, жевто-блакитный, или он там будет какой-то там с орлом вот этим. Они все одинаковые для меня бюрократы. Они все абсолютно, еще раз говорю, живут совершенно другой жизнью. Не жизнью человека, поэтому еще раз говорю. Я подобной позиции не принимаю. И считаю, что она контрпродуктивна именно по причине того, что как только вот эта вся элитка, в том числе и западная, соберется из своих детей, например, не знаю, хотя бы, просто пусть они поработают в госпиталях. Я думаю, что вот это предоставление помощи, потому что в следующей итерации мы сейчас с вами должны будем обсуждать о том, как они 18 ердов в Украине передают. Как они обсуждают. Так передать, так передать. И мы тоже обсуждали, что достаточно на неделю задержать платеж в сторону Украины, и гривна обвалится от 15 до 25%. При этом, еще раз говорю, они ни в кое в секунду, они не скажут, что мы ее перестали поддерживать. Да нет, у нас тут бюрократические процедуры. Я говорю, неделя. Просто сейчас ситуация, вот ситуация, она настолько вот, ну, говорю, у Украины нет собственных денег, нет собственного вооружения. Дмитрий Валяевич, давайте поговорим о ситуации, которая сложилась в России. Мы, как человек бизнеса, очень хорошо чувствуете. Есть статистика, которая говорит о том, что растет количество людей, живущих за чертой бедности в России, растет безработица и так далее. Но это статистика, потому что я не знаю, как это функционирует в России, но очевидно, что есть люди, которые работают, но они состоят в центре занятости, чтобы получать какую-то поддержку со стороны государства, есть те, которые, в принципе, не обращаются в центре занятости. Вот я вам вопрос, как человеку реального рынка, который понимает, что происходит. Вот насколько изменилась ситуация в России за практически год военной действии? Ну, первое, если брать официальную статистику Росстата, то у нас количество людей, проживающих за чертой бедности, издилось. Потому что это официальная статистика, если мы говорим официальная статистика. Более того, у нас сейчас поднят так называемый прожиточный минимум. Да для людей фундаментально ничего не поменялось. Вот эта фраза, нежели богат, не надо начинать. Люди, в общем, особое изменение своего уровня жизни, ведь падение уровня доходов населения происходит 10 лет. И поэтому, вот как в сказке, соответственно, Мария Скусница, если мне не изменяет память, великого Роу, что воля, что неволя, все одно, все равно. Оно приблизительно так и происходит. Поэтому, если лично семью не касается мобилизация, фундаментально ни на что не повлияло. Так были же, нежели богаты, так и не живут. Вот смотрите, есть же какие-то косвенные признаки. Я, если не ошибаюсь, я, по-моему, читал статью Олега Вьюгина еще до войны. По-моему, Олега Вьюгина все-таки, где как раз говорилось о том, что рос очень сильно вот этот кредитный портфель россиян потребительского кредитования, очень сильно рос. то есть, понятно, что это есть некая тенденция, которая была подхвачена со стороны Запада. На Западе привыкли жить в долг. Вот насколько вот изменилось, скажем так, вот изменилось отношение к потребительскому кредитованию. Потому что потребительское кредитование это тоже барометр. Люди, как правило, берут потребительские кредиты, все-таки понимают, что есть более-менее какая-то предсказуемая жизнь, что они смогут их отдать. Особенно об российских условиях. Или я ошибаюсь? Для меня ложная логика. Логика ложная. У нас берут кредит, чтобы отдать кредит. У нас количество револьверных, так называемых, кредитов, когда кредит на кредит, растет глупирующими темпами. Россияне к деньгам и к банковским учреждениям относятся как тварям и барыгам. Поэтому они берут кредит, они рассчитывают на то, что они впоследствии их кинут. То есть вот если из этой логики все вообще отлично, закредитованность просто супер. Они на другой планете. Другая логика принятия решения, другие механизмы. Дмитрий Валерьевич, последняя тема – это ситуация вокруг телеканала «Дождь». Знаете, я очень много на эту тему слушал, очень много на эту тему читал и тоже брал некоторые интервью. Многие обвиняют телеканал «Дождь» и так далее, и так далее. Причем в зависимости от географии, откуда родом обвинитель, эти обвинения, они как бы по-разному звучат. То есть обвинения, они откровенно, знаете, скотские, когда они звучат… Вы понимаете, с чем я говорю. И у меня вот при ситуации телеканала «Дождь», скажем так, я для себя формулирую некую дилемму. Первое, может ли СМИ оставаться СМИ в условиях войны, потому что мы понимаем, что это все равно пропаганда. И, например, я как стройник СМИ, я тоже понимаю, что в какой-то степени обстоятельства меня вынуждают скатываться в пропаганду. Но что такое пропаганда? Пропаганда – это, прежде всего, как бы искажение реальности. А с другой стороны, второй вопрос, который я… Собственно, что такое… Что такое… Дмитрий Тавлович? Да-да-да, я здесь, я здесь. Потому что перепады идут. А второе, когда мы говорим о средстве массовой информации, конкретно о «Дожде», какая задача у «Дожде»? Если мы говорим о СМИ, которая хочет изменить обстановку в стране, то есть в России, значит, необходимо признать, что СМИ должно отражать общественное мнение так, как оно существует на данный момент. Если мы говорим о том, что Дождь должен быть узколиберальным СМИ, условно говоря, да, тогда эта узколиберальная смена ориентируется только на тех, кто против Путина, кто выступает за смену диктатора Путина, диктатора Навального и еще что-то. Но это тогда уже и не СМИ, потому что это тогда узкий, снова что-таки, опыт либерализма. Как вы для себя находите ответ на вопрос, что бы с тем, что проблем можно узнать? Ну, давайте, я надеюсь, что связь у нас не будет прерываться по поводу Дождя. Значит, первое, поскольку я неплохо знаю Наташу Синдееву, я вижу все лучи добра, и я с ней написал, переписывался, соответственно, когда все это происходило. Первое. На мой взгляд, все, что касается с Дождем, это управленческая ошибка. Сейчас объясню, какого толка. Не того толка, который обсуждается публично. Это управленческая ошибка с точки зрения выбора локации размещения. Поясню. Можно было выбрать разные локации. Почему то, что произошло с Дождем, это действительно мерзотность? Потому что, как это, натягивая сову на глобус с минимальной, с так называемыми фактами, а вот там он не очень верно выразился. Ну, как же он это может? Я этим критикам скажу, ребятки, а вот сейчас есть расследование личное, когда два российских бизнесмена получают через Латвию деньги, Евросоюза, и, как ни странно, работают в том числе с российским, не просто с российским бизнесом, но и с Министерством обороны. И это происходит постоянно. Более того, абсолютно любой человек, который связан с бизнесом, скажет, что самыми основными проводниками российских денег, всех денег, особенно всяких чиновничек, были всегда латвийские банки. В офшорной юрисдикции это была просто топовый доп, где требовалось минимальное количество документов, и знали об этом все. Поэтому, когда Дождь приехал на территорию Латвии, он сделал великолепный подарок, потому что латвийские СМИ и вообще прибалтийские должны были создавать орган контрпропаганды. Но поскольку для этого должен быть профессионализм, именно с точки зрения материала, они за эти десятилетия не смогли сформировать контрпропагандистские СМИ. Мы можем как угодно отзываться о Маргарите Симоньян. Там есть огромные ресурсы. Конечно, они много просирают, но как пропагандистский ресурс, например, немногие этого знают, что, например, в Африке всей этой части, как говорится, не только в центральной ее, как в сказке, Russia Today является формирователем интересов и формирователем политики внутренней африканского населения. Вот это всей огромной части, где, напомню, превалирует российское вооружение, превалирует, соответственно, нищее население, и которое может являться еще одним анклавом для влияния. Поэтому просто это управленческая ошибка с точки зрения выбора. Я высказал свое мнение, что просто локация должна быть выбрана другая, и там должно быть размещено СМИ. У СМИ не может, если СМИ переходит в какую-то когорту пропаганды, хоть там слева, хоть справа, оно перестает существовать как СМИ. И, на мой взгляд, как раз СМИ и должно предоставлять, в чем разница между пропагандой и информацией. В том, что просто берется из общего сонма нормального распределения, любая новость имеет нормальное распределение, выбирается экстремумы, либо слева, либо справа. Вот это называется пропаганда. А когда ты берешь полный спектр, то ты остаешься на вот этой серединной позиции. Я считаю, что я знаю команду Дождя, я считаю, что это высокопрофессиональные ребята с крайне ориентированной на Украину позицией, и у них должна быть юрисдикция такая, где они смогут профессионально делать свою работу, но при этом, чтобы тут соответственно хейтеры появились, что да, они будут в том числе предоставлять слова, и может быть право слова таким людям, например, как господин Лавров, Мария Захарова, Маргарита Симонян, не к ночи помянутый господин Стрелков, если те готовы с ними общаться, потому что только в этом случае будет именно СМИ, а не пропаганда. Ну, это вот тяжкий труд журналистов. Я, например, к нему отношения не имею, увы. Дмитрий Валерьевич, вы знаете, я внимательно слежу за ситуацией вокруг Илона Маска и компании Твиттера, это вообще очень интересно, потому что я думаю, что вы тоже следите, когда бизнесмен, он абсолютно четко, абсолютно целенаправленно идет на то, чтобы ударяться головой в общественную стенку, пока он ее не разрушит. То есть то, что он делает, такое впечатление, что он Твиттер специально, он не взял, не создал нового сети, он взял специально Твиттер для того, чтобы прийти на публичную площадку и начать, условно говоря, какие-то действия, испражнения, которые привлекут внимание те, кто вокруг. То есть что делает Маск? Он раскачивает ситуацию, он идет полностью на зло вот этому левому дискурсу. Что такое левый дискурс? Это дискурс, опять же, пропагандистский в какой-то степени, то есть рамочный дискурс. но тут же может быть и другая точка зрения. Если мы живем, условно говоря, мы говорим о том, что цивилизация переходит на какой-то уровень своего развития, новый уровень развития, значит, мы понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. Соответственно, может ли Твиттер предоставлять, условно говоря, площадку тем, кто призывает к насилию, тем, кто призывает к каким-то, скажем так, эскалирующим действиям? Может ли он это делать или нет? Ну, очевидно, что в новой итерации Твиттер будет пытаться это делать, потому что Твиттер как бы амнистировал всех тех, кого до этого забанил. Соответственно, вопрос у меня какой? Не кажется ли вам, что, условно говоря, предоставлять слово Лаврову для телеканала дождь, который подчеркивает свое российское происхождение? Это значит солидаризироваться с агрессивной политикой российской власти? Нет, это означает всего лишь, что ты предоставляешь право слова и другой стороне, а позицию ты как раз для этого мейнстрима выдерживается прямо четко. То есть мейнстрим и направление дождя совершенно четко понятно, что он абсолютно правоукраинский, но, как говорится, давать возможность и отправлять запросы, скорее всего, они не будут удовлетворены, и Захарова не придет, и Лавров не придет, и Стрелков может прийти, потому что чем больше шума, тем лучше, но официальные лица, скорее всего, с дождем взаимодействовать не будут, но, кстати, они с ним и не взаимодействовали, это, в общем, общая позиция, но пытаться, соответственно, вытянуть вторую сторону, это обязанность журналистов, ну, точно так же, как вы знаете, в зоопарке дети ходят смотреть на жарахов, но огромное количество людей убирает там говно. Мне кажется странным, что такое СМИ, оно вещает за пределами своей страны, просто, опять же, если СМИ действительно предоставляет разным сторонам точку зрения, то есть платформа для высказывания мысли, тогда это нужно делать со своей страны, то есть, понимаете, тут вот настолько много еще факторов, которые подмывают и все-таки заставляют меня усомниться в том, что при всей, как бы, при всем, ну, dedication, английском языке, те, кто делал дождь, что это люди, действительно, которые могут из дождя лепить СМИ, понимаете? Они не могут этого делать, к сожалению, из России, потому что они бы здесь, они бы уже здесь все сидели, как Илья Яшин, который получит сейчас 9 лет. Они не могут этого делать из Российской Федерации, потому что здесь нет свободных СМИ, они все закрыты. Дождь здесь был не просто так закрыт, а уже был уничтожен. Здесь вы уничтожены все независимые СМИ. Он может это делать с какой-то нейтральной территорией. Слушайте, так в этом-то и претензии к дождю. Давайте пойдем, как мы пойдем. Да. Сейчас мы сейчас отобьем. Алло. Да, да. Да. Да, слушаю. Угу. Угу. Ну, разделим. Первый. Горел не мега-центр Химки, а горел Оби. Напомню, менеджмент очень долго добивался, чтобы ему передали на халяву. Иностранная компания передала имущество. И здесь совершенно очевидно, как говорится, одно дело, как говорится, рисовать крестиком, а совершенно другое, уметь управлять многомиллиардным комплексом бизнес-процессов. Это к вопросу о том, можем ли мы повторить чужие бизнес-процессы. Второе, все просто произошло банальная халатность с неумением обслуживать текущие коммуникации, поэтому не без участия человека, безусловно. Поэтому это вот кто будет отстраивать. Менеджмент же долго добивался на халяву получить это помещение, сырье, материалы, товар. Этот менеджмент, простите, что хотел, как за что боролись, на то и напоролись. Людей переведут просто в другие подразделения, но по большей части, конечно, уволят те, кто там работали. Ключевый вопрос, вот эти потери, кто поставщикам компенсирует. Пустышечная компания, которая до этого гоп-стопом получила колоссальное имущество, еще будет, должна еще больше. Может быть, там я не исключаю преступного сговора, чтобы сокрыть убытки. Это тоже не следует исключать, и об этом должно говорить следствие. Неизвестно, потому что мы этого не знаем, потому что неизвестно, что они подразумевают. Потому что обычно страхуются здания и сооружения, а там был, соответственно, товар, который мог быть не застрахован. Подчеркиваю, это разрушенный бизнес-процесс, это не обе. Это его, это как это, елочная игрушка китайская, которая радости не доставляет. Поэтому это не обе, это какая-то российская печать с неизвестными бизнес-процессами, с отсутствием, как такового, имущественного комплекса, с отсутствием хоть каких-то внутренних бизнес-процессов. Это к вопросу о том, можно ли, как это, вот картинку повесили, вот Ширли Мэрли, аэропорт есть, а потом за ним просто картонная стена. Мы не знаем, что там внутри. Да, пожалуйста, удачи. Да, да, удачи. Так вот, да, возвращаясь к СМИ, поэтому, как это, не могут они из России вещать, физически не могут, нет такой у них опции, ни у какого российского СМИ нет такой опции, хочешь сколь-нибудь, в том числе быть и объективным по отношению к СВО. У нас очень четкий запрет Федеральной службы безопасности с первого числа до этого был запрет, соответственно, что и как называть, поэтому в России нет, нет, не было и не будет свободы слова, поэтому, естественно, для того, чтобы, неважно на какой аудитории, в том числе, как не покажется странно, на очень пророссийскую работать, им надо быть не в России. Дмитрий Валерьевич, так может быть тогда не пытаться плавать, если в бассейне нет воды, пытаться имитировать, простите, оргазм, если нет секса? Ну, заниматься, условно говоря, переходить на пропагандистскую сторону, я бы им тоже не рекомендовал, потому что это дорога в один конец. Пропагандисты как слева, так и справа, как с украинской, так и с российской стороны заканчивают, а все пропагандисты закончат плохо. Журналисты должны, на мой взгляд, стараться как раз придерживаться своих стандартов. И да, безусловно, свалиться в пропагандизм в момент острой фазы, это самое простое решение, самое, ну и самое непрофессиональное с точки зрения операционного управления. Я всего лишь могу сказать, что если кто-то сваливается в пропагандизм в это время, начинает рубить там бабло и поступаться со своими принципами, он имеет на это право, но это как... с точки зрения меня как управленца, это означает, что управленец слабый, он просто как-то держит, держится на волне дерьма, которая сейчас плавает, а завтра утром. Может быть, тогда, если ты не хочешь быть пропагандистом и зарабатывать на монетизации в YouTube, тогда проще, как в случае с примером, с бассейном, знаете, отказаться продавать плавки в бассейне, который не работает, или же из бассейна, который не работает, заниматься каким-то другим бизнесом, и все, уйти в... Это очень сложно, потому что они... Что они умеют? Все, что касается СМИ, вообще в целом у журналистов в России по последние десятилетия очень-очень непростая задача. Они какое-то время еще как-то, хоть как-то между Сциллой и Харибдой там как-то лавировали, но все, что касается, например, экономической журналистики, она бессмысленна, потому что там расследовательские журналистики, она бессмысленна. Собственно говоря, поэтому и СМИ-то в России схлопывались, и даже не по причине того, что там как-то там несогласие, а потому что о том, о чем ты можешь писать, ну, я практически там даже сейчас, когда журналистам сначала объясняешь подоплеку всего, а потом говорю, а вот здесь и здесь и здесь вы выйдете там либо на какую-то очень властную контору, либо, соответственно, каких-нибудь силовиков, и вам всю тему просто завернут в одно известное место. Достаточно посмотреть на конфликты там Караулова, Саши Боязитовой, там, соответственно, офиса Ксении Собчак. Поэтому это все очень такой тонкий лед, и переквалифицироваться в управдом, и как в свое время сделал известный Остап Ибрагимович, крайне-крайне непросто. Поэтому журналисты, журналистская профессия в России, и в русскоязычном, я бы сказал бы, кириллической зоне, она очень-очень непроста. А сейчас для Дождя самое простое вернуть ребят на работу, выехать в другую локацию, позиции их не как фундаментария, у них будут, конечно, ошибки, но не такие ошибки, как, повторюсь, поскольку, наверное, уже все забыли о тех двух бизнесменах, которые замечательно получают гранты из Евросоюза и поставляют, соответственно, военные технологии на территорию России через Латвию, работают в Латвии, их никто не лишает ни гражданства, ни каких-то аккредитаций, и всего остального. И про латвийские банки я бы тоже, собственно говоря, всю эту историю с отмывкой денег российских, я бы тоже бы, собственно говоря, поговорил бы куда с большим интересом и с куда большей пользой для того, что называется СВО. Дмитрий Владимирович, а вы взяли таких людей, как струнники телеканала «Дождь», свой пиар-департамент, коммуникационный департамент, после того, как, извините, эти люди, просто провалили антикризисную коммуникацию, в момент очень большого кризиса. То есть они начали метаться, увольняться у журналиста, оправдываться и так далее. То есть, по сути, они сами себя загнали, в ситуацию, тогда у них не было единая позиция. Это, кстати, не первый раз уже происходит. Нет, я же не просто сказал, что это операционная управленческая ошибка. Нет, но она, я, слушайте, я тут только могу еще раз сказать, я мальчик, я больше разумом жму, чем эмоциями. Например, когда возникло увольнение сотрудника, я четко высказал свою позицию, это не спасет дождь, его все равно оттуда выпрут, потому что латвийские власти исключительно хотели, не создав собственное СМИ, пропагандистское, антироссийское, скажем так, они постарались эту бремя, этот крест вывесить на дождь. И, соответственно, вместо того, чтобы заниматься реально, вот это я как сказал, латвийскими банками и латвийскими, соответственно, перегонами денег и технологий, они начали доколебываться и доколебались, ну, знаете, до столба нужно доколебаться. Но это, конечно, управленческая ошибка с точки зрения локации, потому что с точки зрения локации нужна Сербия, Хорватия, там, тот же Казахстан, может быть, еще какие-то страны. Это более разумно, более взвешенно, где нет необходимости создавать из СМИ антироссийское СМИ, именно пропагандистское антироссийское СМИ. А дождь как раз будет очень сбалансирован и абсолютно с проукраинской позиции, которая у него изначально и была. То есть рассказывать о том, что они там агенты ФСБ из-за того, что парень неверно выразился, ну, выразился и выразился. Они там находятся все в... Это молодые ребята, я с ними с многими там знаком. Чего? То есть он совершенно, ну, там понятно, какой контекст и о чем он говорит. Спасибо большое, Дмитрий Иванович, за это интервью. Спасибо большое, Дмитрий Иванович, Потапенко, известный общественный деятель и предприниматель. Спасибо вам, Спасибо, до встречи.